Всем привет! Меня зовут Ирина, я преподаватель онлайн школы программирования Pixel. И сегодня мы с вами создадим игру Star Wars, либо Звездные войны. Создавать мы ее будем в среде программирования Scratch. Давайте посмотрим, что же у нас должно получиться. При нажатии на флажок у нас появляется заставка. После этого у нас появляется наш космический корабль. Управляем мы им при помощи мыши. Если мы на нее нажимаем, то мы стреляем. Вражеские космические корабли вычисляют нам очки. Когда их количество будет равным 10, то появится ВОЗ. У нас с вами всего 3 жизни. Если мы потеряем наши 3 жизни, то мы проиграем. Если мы победим босса, то мы выиграем. Отлично! Если количество жизней у босса меньше, либо равно 0, то мы побеждаем. Ну что, давайте приступим к созданию. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Вы, наверное, заметили, что тех спрайтов, которых я использовала, нет в среде программирования. Они будут доступны в описании под ссылкой. Давайте их загрузим. Загрузить спрайт и выбираем необходимые нам спрайты. Наши в босса и, конечно же, наши ракеты. Теперь давайте добавим фон. Ночное небо и логотип Star Wars. Мы немножко их подредактируем, чтобы они были у нас по всей сцене. Отлично! Фон 1 я удалю. Начнем мы работать сначала со спрайтом номер 1. Всех остальных я пока скрою, чтобы они не мешались. Для начала нам надо изменить размер. Сделаем его 20. Если вы хотите сделать свою игру немножечко полегче, то вы можете изменить размер, например, на 40. Данный спрайт будет 1. Он просто будет создавать клонов самого себя. Но для начала я предлагаю запрограммировать наш фон с логотипом. При нажатии на флажок мы будем переключаться на фон Star Wars лого. После этого мы будем ждать с вами 3 секунды. Вы можете увеличить либо уменьшить это время, как вам нравится. После этого мы передаем сообщение. Назовем это сообщение Start. И переключаем фон на следующий. На фон ночного неба. Отлично. Давайте посмотрим, что у нас получилось. И теперь приступаем к программированию нашего вражеского корабля. Когда он получит сообщение Start, здесь я предлагаю также сделать переменную, которая будет считать очки. Давайте ее тоже создадим. В самом начале эта переменная будет равна 0, потому что очков у нас еще пока не будет. Теперь, как я уже и говорила, нам надо создавать клоны. Поэтому каждые 3 секунды мы будем создавать с вами клонов. Клон самого себя. И если количество очков у нас будет равным 10, берем переменные очки и изменяем значение, то мы прячемся и передаем сообщение. Сообщение мы будем передавать боссу, чтобы он у нас появился. Мы назовем ее босс. И после этого мы будем заканчивать этот скрипт, чтобы больше у нас не создавались клоны. Даже если мы их просто спрячем, они будут касаться у нас либо нашего самолета, космического корабля, либо края. Поэтому у нас будут сниматься эти наши жизни. Стоп. Не все, а только этот скрипт. Отлично. Когда мы начнем как клоны, то мы будем переходить в х. Х у нас будет случайным числом минус 200 и 200. Если я это значение сделаю больше, то тогда мои вражеские космические корабли будут касаться этого края и также будут нам засчитывать в поражении, то есть отнимать у нас жизни. А высоту сделаю 150. Вот здесь будет. Также не могу сделать больше, иначе будем касаться края. Они будут у нас показываться. И плыть они будут вниз. Смотрите, что мы будем сделать, так как скорость у нас будет каждый раз разная. Поэтому мы воспользуемся операторами. Мы будем выдавать случайное число от 15 до 20. И поделим это все на 10. И плыть мы будем в положении х. Почему именно в положении х? Потому что мы не знаем, где именно будет у нас появляться наш космический корабль. Точнее, космический корабль наших противников. И у устанавливаем на минус 220. Здесь я уже увеличиваю у минус 220 для того, чтобы он, конечно же, коснулся нашего края. Что означает положение х? То есть, что если у нашего корабля сейчас положение по х минус 48, то и здесь положение х равно минус 48. То есть, положение х изменяться не будет. И после этого мы с вами будем удалять наш флон. Давайте еще сделаем так, чтобы при нажатии на флажок он у нас изначально прятался. Тогда здесь можно убрать событие, когда нажимаем на флажок, мечтить, спрятаться. Также давайте сделаем условие, по которому он будет отнимать у нас очки. Ну и умирать, когда будут касаться нашего персонажа, то есть, нашего космического корабля, либо наших стрел. Кстати, здесь надо добавить два выстрела. Это будет происходить постоянно. Дальше условие. Если мы будем касаться наших выстрелов, так как выстрела 2, то я буду использовать оператора. Касается и касается. Меняем указатель мыши на выстрел и выстрел 2. Теперь переходим во вкладочку «Внешний вид». Прятаться. И также нам будут начисляться очки. Поэтому заходим в переменную. Изменить переменную очки на 1. И удаляем клон. Также, если мы будем касаться нашей ракеты, либо края, то мы будем передавать сообщение, которое будет в дальнейшем отнимать у нас количество жизни. И также клон будет у нас удаляться. Поэтому мы делаем сенсоры. Касается ракета наша под номером 2. Я их специально пронумеровала. Или касается края. Передаем сообщение. Это будет новое сообщение. Ну, давайте зайдем минус 6. И после этого тоже удаляем нашего клона. Вот такая программа у нас получилась для космического вражеского корабля. Мы потом еще сделаем условия победы и бою решаем. Поэтому это еще не конечная версия нашей программы. Давайте перейдем к нашему космическому кораблю, которым мы будем управлять. Мы его покажем, а все остальные нужные мы с вами скроем. Отлично. Он также, когда получит старт, когда он получит сообщение «Старт». Также будет прятаться, если флажок нажат. Нашему космическому кораблю мы сделаем размер ну, давайте 40. Теперь мы должны перейти в определенное положение. «Х» мы сделаем нулевым. В самом начале игры спрайт находится у нас по середине карты. «У» мы сделаем, ну, давайте, минус 125. Так, смотрим. Отлично. Прямо покрашено. После этого он будет у нас показываться, потому что, когда мы нажимаем только на флажок, его не видно. И давайте здесь создадим переменную наших жизней. В самом начале она будет у нас равна 3. Здесь вы можете увеличить количество жизней, либо, наоборот, уменьшить. Теперь мы делаем движение нашему спрайту. он будет у нас переходить в указатель мыши, перейти в «Х» мыши и в положение «У». Как я уже и говорила, что положение «У» означает, что он будет у нас двигаться только вправо и влево. «У» у него будет постоянно один и тот же. В нашем случае это минус 125. Если он будет касаться края, то будет отталкиваться. И давайте теперь сделаем условие, что если количество жизни будет равно нулю, то мы будем проигрывать. Управление. Переменовка жизни равна нулю. то мы будем передавать сообщение проиграл. Мы потом с вами создадим еще двух спрайтов. Это будет «Проиграл» и «Победил». Можно, в принципе, создать их и сейчас. Мы их нарисуем самостоятельно. Я использую текст красного цвета. По-моему, получается очень красиво. И нарисуем еще один спрайт с победой. Победу пока спрячу. Проиграл пока тоже. И вернусь к своему спрайту. Захожу в код. Передать сообщение. Проиграл. Когда флажок будет нажат, то наш спрайт с проигрышем будет, конечно же, спрятан. Если он получит сообщение проиграл, то он покажется. После этого он должен у нас, конечно же, спрятаться. Также мы с вами сделали сообщение «Минус жизни». Когда мы получим это сообщение, то наша переменная будет изменяться на «Минус 1». Перейдем к программированию наших стрел. Сначала надо изменить их направление так, чтобы было ровно. И теперь давайте напишем небольшой код. Когда мы получим с вами сообщение «Старт», «Старт», мы будем с вами переходить на наш корабль. Пока сделаю его видимым. Надо еще изменить размер наших ракет на 20. Теперь нам надо изменить «Х» и изменить «У» для того, чтобы они всегда были у нас вот в таком положении. «Х» я буду изменять на «Минус 2», например, «У» на «Гус 5». И мы их спрячем, потому что мы будем создавать с вами клонов. Клонов мы будем создавать, если мы будем нажимать на мышку. мышку. Если мышь нажата, то создавать клон самого себя. И после этого, когда мы начнем как клон, то мы показываемся и изменяем «У» на «10», пока не дотронемся либо края, либо вражеских кораблей. Я воспользуюсь операторами, потому что у нас много условий. Или касается край. касается 1 и касается 3. 3 – это наш босс. Как я уже говорила, мы изменяем «У» на «10». И после этого мы удаляем «У». Давайте возьмем спрятаться и спрятаться всем спрятам, чтобы больше к этому не возвращаться. Теперь для другой ракеты у нас будет очень такая же программа, только само положение нашей ракеты будет меняться. она будет изменять «Х» на 20 и здесь также «У» на минус 5. Вы, конечно же, можете все это редактировать так, как вам удобно и так, как вам нравится. Попробуем пострелять теперь двумя ракетами. Перейдем к программированию нашего босса. Размер босса мы менять не будем, он будет у нас такой же большой, мы просто его повернем вот таким образом. Также давайте создадим пулю, в которую будет стрелять наш враг. Изменим ее размер. Когда мы получим сообщение в босс, а мы помним, что мы ее получаем, когда количество очков становится равно 10. Давайте создадим еще переменную. В самом начале она будет у нас скрыта. Это будет переменная босс. Мы зададим ей количество жизни 100. Здесь вы тоже можете редактировать все. Количество жизни может у босса быть разным 100, 1000, смотря какую игру вы хотите. Сложную, легкую. Когда мы будем нажимать на флажок, босс будет прятаться. Показываться он будет только тогда, когда он будет получать сообщение. Мы будем скрывать нашу переменную. И теперь переходим к управлению. Мы будем всегда плыть одну секунду, х у нас будет случайное число минус 220, 220. у у нас будет 128. Также если мы будем касаться выстрела 1 и выстрела 2, то мы будем изменять переменную босс на минус 5. И перейдем к нашему спрайту выстрелу. Здесь программа похожа на выстрел, поэтому можем взять немножечко оттуда и подкорректировать. Когда она получит сообщение босс, она перейдет в положение нашего босса. босса оставим х и у такими, вы можете их изменить, также спрятаться. Стрелять она будет у нас, конечно же, не тогда, когда мы будем нажимать на мышь, она просто будет создавать клон самого себя, например, каждые 2 секунды. и если количество жизней босса будет меньше либо равно нулю, то мы с вами будем побеждать. Мы будем передавать с вами сообщение победы. Это будет по типу того, что мы с вами делали. событие передать. Создаем новое сообщение победы. И мы будем останавливать этот скрипт. Здесь, когда мы начнем как клон, то мы будем показываться, повторять, пока не коснется края. Здесь мы меняем на выстрел и здесь также меняем на выстрел. Также нам надо добавить еще, если мы не коснемся нашего корабля, добавим еще один оператор методом. или или не касается 2. Изменяем y уже не на 10, а на минус 10, потому что мы летим с вами вниз. И также, если мы будем касаться нашего корабля, то мы будем изменять жизни на минус 1. изменить жизни на минус 1, так что мы их отнимаем. И после этого мы удаляем нашего клона. Давайте посмотрим. Видите, он у нас показывается в самом начале, поэтому события, когда нажаты на флажок, то мы с вами прячемся. давайте проверим, вот мы докоснулись, также, если касается края, у нас отнимаются жизни. Очки у нас каждый раз увеличивается, увеличивается. Вот появился наш босс. Не появилась только его переменная, мы сейчас это исправим. Так, мы с вами проигрываем. Давайте сейчас еще посмотрим на переменную нашего босса. Показать переменную босса. Теперь осталось сделать только условия победы. Для этого мы переходим с вами в спрайт победы, и когда мы получаем с вами сообщение о победе, то мы показываемся. Также все спрайты, которые получат сообщение о победе, должны спрятаться. Поэтому я сейчас сделаю так, что если у нас наши спрайты будут получать в победу, они будут спрятаться. спрятаться. Также они будут прятаться, если будут получать сообщение о том, что мы выиграли. спрятаться. Давайте попробуем сыграть. отлично. Мы с вами победили. Остался только наш фонд с победой переместить немножечко посередине. И прыгал у нас тоже посередине. Еще можно сделать так, что все переменные прячутся. У нас три переменные. Жизнь, босс и очки. и здесь сделаем так же. Давайте попробуем славик проиграть. Все переменные спрятались, но смотрите особенность, что теперь они у нас появляются и не появляются в самом начале. Поэтому мы добавим сюда еще небольшую программу, что мы будем показывать две переменные цели в самом начале игры. Это вот у нас жизнь и очки. лимон. Спасибо. 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 Продолжение следует... Вот такая игра у меня получилась. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!